Новые идеи и обмен опытом. В Ненецком округе прошли дни инновации. Мероприятие проводилось второй год и собирает на своих площадках предпринимателей сферы IT и участников регионального кластера информационных технологий. Серия семинаров при поддержке фонда содействия инновациям прошла в Центре развития бизнеса. Александра Литкова расскажет подробнее. Компания MIT Now на рынке почти 9 лет. Основная сфера ее деятельности – информационно-телекоммуникационные услуги, а также поставка программного обеспечения и оборудования ведущих мировых и отечественных вендоров. Наша компания была образована в 2012 году. Основной вид деятельности нашей компании – это информационная технология и все, что с этим связано, в том числе телемедицина. На текущий момент компания насчитывает 17 сотрудников. Телемедицина является отдельной компетенцией компании. В этом году на развитии этой отрасли компания получила грант фонда содействия инновациям в размере 10 миллионов рублей. Наш грант направлен на то, чтобы доработать одно из наших решений. У нас есть свое собственное решение – телемедицинский кабинет, который мы тиражируем, в том числе и в НАУ, и за пределами НАУ. И доработка его заключается как раз программная. Это контроль качества оказания медицинских услуг с применением дистанционных технологий. Реализация проекта позволит улучшить качество оказания медицинской помощи жителям округа и не только. У нас в команде сегодня для реализации данного проекта привлечены еще специалисты. Мы активно сотрудничаем с данным направлением с Сеченовским университетом, с Институтом цифровой медицины и с несколькими организациями из Республики Татарстан. В рамках Дней инновации Евгений Тимошин провел семинар по программам Фонда содействия инновациям на тему «От идеи до реализации». В этом году к мероприятиям подключилась также ненецкая компания электросвязи. Директор учреждения Владислав Песков в рамках семинара «Разработка новых инновационных проектов в IT» предложил студентам средних специальных учебных заведений научить Яндекс.Станцию общению с пожилыми людьми. Примерно года два или три назад возникал вопрос о том, как можно помочь пожилым людям с точки зрения контроля здоровья, всяких таких вещей. И тогда был вопрос о некой тревожной кнопке, которая бы там носилась, люди могли бы нажимать, сразу могла прийти какая-то помощь. Дни инноваций проводятся в Ненецком округе во второй раз и становятся площадкой для обсуждения успешных IT-проектов и обмена опытом среди участников регионального кластера информационных технологий. Также в рамках открытия Дней инновации состоялось награждение финалистов конкурса «Умник.Нао-2020». Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».